здравствуйте приветствую вас одесса 6 сентября пройдем через горсад расскажу вам много наших новостей наше настроение буквально вчера прочла один из ваших комментариев написала нам его виктория очень классно спасибо оксана стихи это хорошо ваши бродилки и видеописьма тоже ждем я поняла что вы не единственный такой комментарий соскучились за нашими с вами прогулками вначале хочу сказать немного про эдгара сейчас публикую его выступление его прозу творчество получается что присутствую на каком-то концерте потом разбиваю вам уже миниатюры тоже один комментарий все это очень охарактеризовал последний раз он кстати выступал здесь в горсаду многие пишут дар человека все в таком ключе вот наша зрительница юнона написала и когда сначала конечно прочла я очень удивилась так даже напряглась да это не его стихи и это не дар таких людей становится все больше эдгар является ченнеллером орфография автора сохранена и через него транслируется как через приемник все это творчество все художники писатели ученые которые якобы сами открыли это все люди и ченнеллеры в общем коротко я зашла прочла все эти определения чуть-чуть углубилась ну в этом что то есть и особенно с эдгаром потому что есть люди творческие но я присутствовал на каких-то концертах вечерах но они как-то смотрят всегда подглядывают вспоминают а из него просто льется память феноменальная все помнит есть какая-то легкость и если вслушаться все мы безусловно знаем эти слова но он их как-то так компонует например симметрии высшего порядка или там миллион этого всего я и раньше его как бы замечала встречала в городе но пробегала мимо как-то не углублялась и вот сейчас как-то поймала его волну и возможно именно сейчас потому что все такое шаткое и моральное состояние духовное физическое тебе нужны ответы на какие-то вопросы тебе нужна поддержка и желательно конечно поддержка и ответы на вопросы человека которые более сильнее чем ты тогда ты больше прислушиваешься тебе это больше откликается ну в общем а так как я еще это монтирую как я эти выступления просматриваю несколько раз я понимаю насколько какая там глубина просто неимоверная как он говорит без дна пропасть без дна поэтому если у вас есть к этому расположение можете посмотреть действительно интересно необычно с моей стороны однозначно стоит внимание кто-то действительно все это погрузился и понял потому что там не просто стихи о философия психология проза проза нашей жизни такое отступление потому что действительно очень много контента на эту тему поэтому захотела немножечко это разъяснение сейчас я хочу пройти к памятнику екатерины запечатлеть у себя на видео тот вид который мы сейчас имеем потому что по данному вопросу сейчас очень много споров такое расшатывание ситуации у нас сейчас и так все очень неспокойно с утра была воздушная тревога мы слышали такие сильные хлопки бахи хотя раньше все так чуть-чуть спала но это спала наши отношения потому что раньше мы начинали свое видео я выпускала практически каждый день первое что мы говорили сколько было воздушных тревог и примерно во сколько они звучали то сейчас бывает даже не замечаю что да они были ты пропустил ли занимался какими-то своими делами у нас как сказал эдгар осенила нас осенью за осенила пока что еще это чувствуется понижение температуры деревья все также еще зеленые летом при всем том что нас окружает прошло более менее спокойно именно для одессы впереди осень все конечно в таком состоянии неизвестности стараемся жить стараемся смотреть позитивно на вещи на мир вокруг себя как это не так банально может быть звучит но верим верим добро по крайней мере сто процентов я вот пришли к екатерине памятнику площадь екатерининская и улице екатерининская пока здесь все все выглядит так картинку мы зафиксировали возвращаюсь этой же дорогой пока вот здесь на екатерининской именно на этом кусочке очень много кафе я заходила в разные и только на этой улице снимала интерьер и тоже было такой комментарий что кафе в смысле вы сидите в кафе и ресторанах война идет я еще хочу тоже обратить ваше внимание что в этих кафе работает обслуживающий персонал у которого зарплаты не очень высокие там восемь девять тысяч посудомойщицы уборщицы 10-15 курс доллара у нас 40 гривен поэтому посчитайте если эти люди тоже останутся сейчас на улице без работы при том что есть довольно много профессий очень ответственных у людей и за которые они естественно получают деньги там и ничего не вижу предусудительного когда люди посещают такие подобные заведения еще ездят экскурсионные автобусики бархатный сезон продолжается сейчас действительно такая неимоверная погода же это жара спала очень комфортно и что песни поется я так хочу чтобы лето не кончалось а у нас семена сентябрь побье лето впереди ну и по нашим итогам я старалась максимально делать от себя зависящее чтобы она не была стрессовая нервная для моего ребенка для моей семьи мы с ним ходили на пляж люди ходили на пляж кто-то купался на свой страх и риск сезон нам запомнился еще и этим кто-то просто загорал кто-то дышал воздухом морским он научился кататься на велосипеде него появились новые знакомые новые друзья и еще мы остались в одессе и сорвались не уехали хотя не однократно этот вопрос все-таки поднимался знаете как это так неудивительно говорить но все эти события война на кому-то дала старт кого-то появились новые возможности различные финансовые социальные кто-то полностью все сменил изменил свою жизнь в другую сторону у кого-то она забрала жизнь поэтому все у всех по-разному нам сложно сейчас все это оценить потому что мы непосредственно находимся в эпицентре всего происходящего и все наши действия какие не принесут последствия мы сможем проанализировать только через некоторое время сейчас городе конечно очень много людей детей женщины город не пустой сначала знаете как я уже говорила святое место пусто не бывает кто-то выехал а кто-то приехал поэтому я не знаю кто за это ответственный но конечно городе постарались сохранить максимально пригодную жизнь для человека максимально насколько это возможно быстро принимались решения все как-то трансформировалась согласно ситуации прекрасно многое развивалась ничего не поставлено на стоп по возможности со среди можно кстати встретить отвлекусь и в летних вещах в шлепанцах и уже таких теплее одетых так как сейчас и больше быстрый поток информации поэтому и все решения нужно было как-то принимать очень быстро и постоянно возникают какие-то вопросы какие-то споры сейчас по памятнику екатерины было по православной церкви чей-то патриархат то есть постоянно возникают знаки вопроса постоянно что-то всплывает мы как-то себя провоцируем еще конечно хотелось бы поблагодарить все те кто помогает всем этим людям которые оказались в таких трудных условиях растерянные какие-то финансовыми трудностями и когда помогали просто слова моральной поддержкой помогали как физические лица такой организации я сейчас не делаю оценочную оценочное действие просто констатирую факт что это было это было очень заметно это было действительно необходимо из-за этого но возблагодарение вы тоже сейчас прошлась по городу довольно много машин много людей ну так когда тепло всегда у нас так будем смотреть как разворачиваются события когда похолодает что будет дальше я вас благодарю за внимание как можно пройти возле этого сейчас у нас очень красивые дворы но мы в них не заходим надеюсь следующим летом все изменится потому что когда там разбиты какие-то цветники полисадники дома убитые плющом это создает такой комфорт еще раз все какие сакцентируют внимание спасибо большое что ждете видео что даже пишите это в комментариях это действительно очень приятно будем оставаться на связи до следующих видео прогулок пока пока по традиции все-таки зайдем в кафе посмотрим дизайн называется кафе кондитерская профитроли вот вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok